Мы продолжаем следить за главными событиями 7-го международного фестиваля циркоязычных театров Туганлык. Он достиг экватора. Свои спектакли представили гости из Азербайджана, Крыма и Гагаузии. Разные по жанру они затронули не только общечеловеческие темы, но и многое рассказали о самих театрах. С подробностями Маргарита Гафарова. Комедия «Дорогая Памела» недавно получила спецприз на престижном молдавском фестивале «Парад премий». Поэтому именно его решили показать на Туганлыке. Привезли в полном объеме, со всеми декорациями. Артисты называют себя театром на колесах. Они часто выезжают на гастроли, чтобы расширить аудиторию. Автономия на юге Молдавии и Гагаузии представляет собой всего 26 населенных пунктов, а это чуть меньше 200 тысяч жителей. Но несмотря на скромную численность, нация старается сохранить традиции и язык. Так театр ставит много детских спектаклей, растят своего зрителя. На гагаузском языке, можно сказать, 100%. Ну и дублеры и на русском языке. Почему? Потому что в нашем регионе живут еще болгары, русские, украинцы, цыгане. А независимый театр «Дом» и вовсе не делал синхронный период. Постановку «Лимба», рассказывающую о беженцах, показали на азербайджанском. Лишь иногда звучали русские реплики. Впрочем, зрители все понимали. И даже сами стали актерами. Потому что спектакль иммерсивный. Это когда публику приглашают принять участие в действии на сцене. Я настолько была вовлечена, я переживала вот прямо за них. И я даже сама не почувствовала, как я пошла, как я села, как я молилась с ними. Такой жанр требует особых навыков у артистов. Быть готовым к контакту, быть готовым к любой реакции. Всевозможные реакции. Уметь контролировать себя, уметь контролировать ситуацию, уметь контролировать зрителя, уметь контролировать все пространство. Плюс на месте создавать доматурги, скажем так, потому что это полнейшая импровизация. Открытость пробуждает взаимные чувства у зрителей. В результате спектакль завершился объятиями. Спасибо вам, спасибо вам. Фестиваль набирает обороты. Чем дальше, тем больше. Еще лучше спектакли везут, еще интереснее спектакли. Показывают, во всяком случае, поступенчато, как развиваются все театры. В рамках фестиваля успели выступить также башкирские театры из Терлитамака и Салавата. Чуганлык достиг своего экватора. Впереди еще шесть спектаклей. Все эти театры – гости из разных уголков России и ближнего зарубежья. Напомним, завершится форум 30 мая этноконцертом и торжественным награждением победителей. Маргарита Гафарова, Радмир Халитов, Россия Культура, Башкортостан.